Инсценизация сказки нашей группой на навык вжиться в роль и испытать чувства, эмоции. Гуси-лебеди. Жили мужик да баба. И была у них дочка да сынок маленький. Доченька, говорила мать, мы пойдем на работу, береги, братца, не ходи со двора. Будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали мама с папой. Посадила братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу, заигралась и загулялась. Налетели гуси-лебеди. Подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, а братца нету. Малечка, Малечка, ты где? Малечка. Кликала она, слезами заливалась, подхватывала. Малечка, отзовись ты, где ты? Ты пропал, Малечка. Но братец не откликнулась. Выбежала она в чисто поле. И увидела, как метнулись вдалеке гуси-лебеди. Га-га-га-га-га. Тут она догадалась, что они-то и унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. И бросилась девочка догонять их. Бежит девочка и увидела, стоит печь. Пицца, пицца, скажи, куда вы гуси-лебеди полетели? Ешь моего ржаного пирожка, скажу. Самый я твой ржаной пирог есть. У батюшки пшеничные не едятся. Печка ей не сказала. И побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблонька, яблонька, скажи, куда вы гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. Вздохнула яблонька, уставшая, и не сказала ничего Машеньке. Побежала девочка дальше. Видит, течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берегах. Скажи, куда вы гуси-лебеди полетели? Пашенька, съешь моего киселька, выпей моего молочка. Тогда скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Вот и ищи сама дорогу. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. А в одном окошке кругом себя поворачивается. А в избушке старая баба придет кудель. А на лавочке сидит братец и играет с серебряными яблочками. Вошла девушка в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Памфа по болотам поразила. Платье замочила. Пришла погреться. Садись, пока кудель прячь. Баба-дая гадала ей веретено, а сама ушла. Девочка начала прячь. И вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей. Девица, девица, дай мне кашки. Я тебе добренькое скажу. Девица дала ей кашки. Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. А сама на твоих костях покатается. Не дожидайся. Бери, братцы, и беги. А я за тебя, кудель, поприду. Девица, а придешь ли ты? Приду, бабушка. Баба-яга и баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке-то и нет никого. Баба-яга закричала. Гуси-лебеди, летите, загоняйте. Пусть сестра братца украла. Полетели гуси-лебеди в погоню. Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Летят, высматривают сестру с братцем. Увидела их Машенька. Испугалась. Братца прижала к себе. Добежала до молочной реки и видит. Летят гуси-лебеди, еще страшнее ей стало. Га-га-га-га-га-га. И просит она реку. Матушка, реченька, встречи меня. Съешь моего киселька, выпей моего молочка. Спасибо. И поела девочка, и спасибо, сказала. И река укрыла ее под своим кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели. И пролетели мимо. Девочка-братца схватила и опять побежала. Но гуси-лебеди увидели, как она бежит. И летят ей навстречу. Что делать? А тут яблонька стоит. Яблонька, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочка. Спасибо. Девочка съела и спасибо, сказала. И яблонька заслонила ее своими ветвями. Прикрыла листьями. Гуси-лебеди снова пролетели мимо. Девочка схватила братца и снова побежала изо всех сил. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Но гуси-лебеди снова увидели ее и загоготали ее в гуще. Налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Да бежала изо всех сил девушка до печки. И кричит ей. И видишь, матушка, прячь меня. Поешь моего ржаного пирожка. Да прячьтесь, прячьтесь скорее. Девушка пирожок в рот. А сама с братцем села в устице, затаилась и сидит. Гуси-лебеди еще полетали, полетали вокруг. Покричали, покричали. И все улетели к бабе Ге. Девочка взяла братца. Вот, Ванечка. И дома. Благодарила печку. И вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Увидели и дочку, и сыночка. И ну, и хвалить их. И обнимать, и ласкать. На том и сказке конец. И все, кто участвовал в ней, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова